К другим темам. Напала на прохожих. Среднеазиатская овчарка покусала пятерых человек. ЧП произошло во Фрунзенском районе Саратова. Разъяренный пес в буквальном смысле нападал на все, что двигалось. Отмечу, что представители этой породы весом до 80 килограммов и достигают высоты в холке около 70 сантиметров. С пострадавшими до сих пор, пребывающими в ужасе, пообщалась Екатерина Барковская. Не только нас беспокоит, а весь дом. А что, весь дом в страхе? А что же придумывается? Держит в страхе всех местных жителей, говорят о среднеазиатской овчарке жильцы дома номер 44, дробь 52 по улице Пугачева. И раньше питомец не отличался дружелюбным характером. Лаял и пугал соседей и прохожих. А 7 сентября пес и вовсе чуть не растерзал нескольких прохожих. Собака была агрессивная. Она бросилась на меня с рыком, с лаем. Я защищалась сумкой. Она у меня вырвала сумку с продуктами. И у меня еще была дамская сумка кожаная, достаточно большая. Этой сумкой я закрывала лицо, потому что очень боялась, что она повредит лицо мне. Еще несколько мгновений, говорит Елена Семенова, и трагедии было бы не избежать, если бы не помощь соседа. Мужчине удалось меня отбить, и я убежала обратно за ворота. А она его покусала. Далее он тоже отбежал. Навстречу шел еще один мужчина с того дома. Она бросилась на него. Видимо, собаку просто ей нужно было на кого-то бросаться. Она покусала ему кисти и рук. Случайной свидетельницей действия агрессивной неуправляемой собаки стала Елена Владимирская. Она проезжала мимо и буквально вклинилась на машине между собакой и мамой с ребенком. Долго никто не появлялся, не забирал собаку, достаточно долго. Ну и потом появился хозяин собаки, вальяжным шагом подошел, забрал ее и увел. Мое мнение, что, конечно, такая собака агрессивная, она не должна жить вот так вот, чтобы она могла разгуливать по улице. Тем более, если такая угроза, что она может вот так вот выбежать случайно, да, как вот хозяева объяснили, что собака якобы случайно выбежала. В результате инцидента пострадали пятеро жителей микрорайона. Двое мужчин и три женщины. Медики говорят, раны различного характера. Укушенные раны кисти, укушенные раны голени, укушенные раны бедра. Всем оказана в полном объеме помощь и взято под наблюдение. Десятидневный срок будут наблюдаться. Если за 10 дней что-то случится с собакой, то они экстренно будут все прививаться от бешенства. Агрессивную собаку уже обследовали ветеринары. Признаков бешенства выявлено не было. Специалисты потребовали от хозяев овчарки документы, подтверждающие, что собака вакцинирована. Но пока ответа не получили. Неподтвердим, что собака была вакцинирована. Владелец животного понесет административное наказание, то есть будет оштрафован. В настоящее время собака находится под нашим наблюдением. Но тем не менее, такие агрессивные собаки, которые покусали людей, покусали людей, они, как правило, на одном человеке не останавливаются. То есть они уже понимают, что они сильнее, они понимают, что вкус этого действия. Поэтому наше мнение, что такие собаки жить не должны. Опасаясь повторения этого страшного инцидента, жители многоэтажного дома готовят обращение в правоохранительные органы. Активисты уже начали сбор подписей под коллективным заявлением об изъятии у хозяев агрессивного питомца. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, Роман Шельдяев, РЕН-ТВ, Саратов.